Об итогах деятельности прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор». За рабочую неделю с 29 ноября по 3 декабря сотрудники надзорного ведомства провели 31 проверку. По материалам одной из них, следственными органами возбуждено уголовное дело. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 399 судебных заседаниях по уголовным, гражданским и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 597 обращений граждан и юридических лиц. Прокуратура Ленинского района проверила, как исполняется законодательство при выполнении капитального ремонта дороги. Особое внимание сотрудников надзорного ведомства привлекли сроки исполнения государственных контрактов. Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с обществом с ограниченной ответственностью дорожник заключен государственный контракт на ремонт дороги по улице Адмирала Владимирского, который должен был быть исполнен до 30 октября 2021 года. Однако в нарушении условий контракта работы в установленный срок подрядчикам не завершены. В результате проверки прокуратура района внесла представление об устранении нарушений руководителю подрядной организации. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле. Прокуратура Балаклавского района провела проверку по обращениям пяти детей, оставшихся без попечения родителей. Сироты пожаловались на нарушение жилищных прав. В ходе проверки установлено, что севастопольцы с 2017-2019 годов состоят на учете как лица, которых государство обязано обеспечить жильем. Однако благоустроенные квартиры им так и не выделили. С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура района в Гагаринские районы суд города Севастополя предъявила пять исковых заявлений, которые находятся на рассмотрении. Реализация прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями, находятся на постоянном контроле прокуратуры. Всего в течение 2021 года прокурорам Балаклавского района направлено в суд 19 исков в интересах сирот, не имеющих жилья. 14 исков уже рассмотрены и удовлетворены. Исполняющий обязанности прокурора Севастополя Максим Жук провел заседание специальной коллегии. На ней шла речь о прокурорском надзоре за исполнением законодательства, регулирующего вопросы содержания эксплуатации общего имущества в многоквартирных домах, в том числе при проведении капитального ремонта, а также газификации. В работе коллегии, помимо прокуроров, приняли участие севастопольские чиновники, в том числе заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин, а также служащий контрольно-счетной палаты города и фонда содействия капитальному ремонту. Открывая заседание коллегии, Максим Жук подчеркнул, что вопросы ЖКХ требуют постоянного внимания со стороны прокуратуры, органов государственной власти, местного самоуправления, а также правоохранительных и контролирующих органов. Вопросы обеспечения прав жителей многоквартирных домов на благоприятные и, самое главное, безопасные условия проживания путем своевременного и качественного проведения капитального ремонта, обеспечения газоснабжения приобретают все большую актуальность. Они были актуальны для города, где существенная часть жилого фонда достаточно изношена. О нарушениях, которые чаще встречаются в местной сфере ЖКХ, рассказала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры города Анна Иванченко. Характерными нарушениями, выявленными прокурорами, являются непроведение текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе входных групп в подъездах, стен, лестничных клеток и марши, отсутствие ограждающих решеток и остекление на них, несвоевременная очистка от снега и наливи, неудовлетворительное состояние систем канализации. Распространены факты ненадлежащей уборки при домовой территории и лестничных клеток в подъездах. После вмешательства прокуратуры Гагаринского района, отопительные системы многоквартирных домов по улице Остана Кисаева, Пять, Шевченко, 41 и 48 приведены к управляющей компании ООФЛОРа в соответствии с техническими требованиями. Всего в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 10 месяцев текущего года прокуратурой выявлено более 600 нарушений. Прокурорами внесено почти 300 представлений. В суды направлено 39 исков. К различным видам ответственности привлечены 173 виновных лица. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел. Продолжение следует... Продолжение следует...